хоба привет с вами доктор влад у нас 0 градусов второй ролик как обычно в темноте вот потому что рыжая морда пришла здесь спать мне кто-то написал что вот у нас тоже собаки сегодня про собак тоже будет в смысле сейчас там дальше да вот и там что-то породистый не породистый ребят я здесь родословную думаю здесь вообще это это не водится понимаете родословными занимаются только те которые разводят собак понимаете и они ужасно дорогие эти щенки вот а обычное дело но если хочешь собаку ну иди в приют добери одну жизнь как говорится спасешь да вон даже байден взял собаку из приюта ну ладно новости какие х5 какая-то обнулил наценку на 7 социальных товаров включая макароны и хлеб кто такая х5 а x5 наверное ритейл групп управляющая сетями пятерочка перекресток и карусель надо же все захватили да обнуляет торговую наценку и сейчас будет по цене закупки речь идет о макаронных изделий хлебе тушеной говядине черном чае картофель и зеленовых хлопьях и ультра пастеризованном молоке о как и кто-то мне уже говорил что уже ценники меняют ну хорошо ребят подешевле будет аэрофлот считает учебный тренажер причиной катастрофы сухого в шереметьево помните он загорелся тогда сел и загорелся да якобы вот эти вот тренажера неплохо обучают пилотов может быть людей уже не вернуть ребят власти парижа оштрафованы за слишком большое количество женщин в руководстве а развели бабьё да абсурдная мэр парижа in in а она тоже девушка да высмело абсурдное решение грозки власти парижа были оштрафованы 90 тысяч евро за назначение слишком большого числа женщин руководящей должности в целом руководстве один женщин только пять мужчин вот красота опа а кто-то мне тут пишет давайте комментарии буду открывать долг не пытайтесь вам крупно повезло что продукты свежие это опять про яйца ребят успокойтесь яйцами все разобрались больше не звенят вокруг на повезло что продукты свежие когда яйцо разбиваю но с трудом вываливается из крылупы и так уже два года пока я в москве это я в россии фу в россии ну да в россии в сибири один раз яйца случайно оставил ну как бы там такой коридорчик прихожка да они мне замерзли всех чертю не вкусно и смет пишет док на ютюбе много роликов на тему очисти вареных яиц и у всех одна закономерность только что вареные яйца погружает сразу же в холодную с кубиками льда в воду ну мы в холодную погружаем успокойтесь ну нет хорошего результата нету ни в чем не соль не уксус не клупать и кто-то написал но это вообще нормальный вариант чтобы разбить значит стакан с водой а потом положить микроволновку наш же вкус будет не тот ладно кончились яйцами все чего у нас сплошные яйца лавров прокомментировал сообщение о двойном отравлении навального значит вот это сообщение западных сми говорит об отсутствии парку партнеров этики этики а ты на машу давно видела смотрела давно ее видел этики не хватает ну надо же лошадь говорящие сотрудницу челябинского минздрава задержали при получении взятки в 500 тысяч рублей что-то мало что-то мало 500 тысяч надо миллиардами хватать фд а это американское до управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрил генетически модифицированную свинью для пищевого терапевтического исследования ребята свинина здесь вот кто в америку поедет да будете скучать по свинине по саратовской свинине где вот такой шматок сала вот такой кусочек мяса потому что здесь свинина абсолютно постной с чем ее можно сравнить одно время у нас сибири китятину продавали ну вот или вот дикие вот эти животные всякие там олени да и это самое тоже постной страшной ну вот здесь тоже свинина ужасно постной там сала нет вообще украинцы здесь стреляются как зайдут в магазин сразу стреляются так кто тут еще пишет влад навального травили дважды он какой-то кощей бессмертный но может быть не знаю может быть кощей бессмертный так свинью одобрили смотрим дальше более четверти жителей сша не планируют прививаться от коронавируса да ребят мы же женой тоже ну чё на коленке сделали в россии вообще не делали не заморачивались из-под крана и все а здесь в америке но тоже она уж слишком это непроверенная ребят непроверенная так упс а вот я и добрался с 25 самых тупых пород собак но ребята тупые здесь имеется ввиду не дурачки совсем да вот а просто трудно поддаются дрессировке и вот на 25 месте нарфолкский интерьер я вообще такого не знаю нарфолкский интерьер на 24 лабрадодли это помесь лабрадора с пуделем вот ну ништяк вообще собака животным понравилось скрещиваться да а чё получилось да какая разница тайный плод любви несчастной китайский шарпей ох у нас здесь это русская семья но она как русская она из прибалтики да они по-русски хорошо говорят вот и вот у них шарпей он не то что тупой он веселый ему все пофиг она его зовет а ему по барабану девушка с ним гуляет да шарпей ну что же зато он это он симпатичный на коберечек такой миша его страшно не любит почему потому что на собаку не похож чтобы это непонятно и шкура везде торчит так шарпей хорошо кавалер кинг чарльз панель его чаще всего заводят примерно там на том же месте да но он тоже а спутники очень трудно дрессировать я и сам знаю моего брата было это тоже только не кавалер кинг как ну просто какой-то спанель вот такой рыженький американский кокер да фиг его выдрессируешь да это правильно все так лейк лэнд терьер какой-то лейк лэнд не знаю такого вообще лейк лэнд ну такой какой-то унылый здесь вот такой борода торчит да вот из такого видите его нет не берите так старая английская овчарка old english shepherd ship dog вот но зато он красивый вон весь кулахматый весь пушистый шостяной ништяк да скоттиш терьер а это собака карандаша да не а он у него что-то делал вроде вот шотландский терьер но такой маленький черненький картка лапы и уши так торчат и так вот у него волосы так вот такой грозный у него вид довольно грозный так это я вообще не знаю грет перенес великие пеленые ну в общем это тоже какая-то помесь маленький полярный медведь похож на полярного медведя весь белый ну да я таких вообще не видел даже не слышал так борзая или русский русский волкодав разве он волкодав борзая короче да у нас я в дмитрий когда жил борзая все время убегала у него но если она убежит за ней бесполезно за ней только на мотоцикле гонишься да вот такие дела трудно ее чему-то а зачем ее воспитывать с ней надо фотографироваться опа а это что такое китайская лохматка нет хохлатка да ну это же она красивая и чем красивее тем глупее да так сэнд бернард тут это сэнд бернард просто написано на пятнадцатом месте но это они зря сэнд бернаров даже очень воспитывают они они спасают в горах такие спасательные собаки они где угодно проберутся ему чё ему наплевать он килограмм 90 вот он проберется сквозь любую пургу это они зря о муви бетховен да вот фильм бетховен если видели вот такой вот сэнд бернард а мне нравится они добродушные такие веселые ребята но отчета занесли бультерьер но этого до этого он тоже он бежит и кусается и все и больше ему ничего не нет ничему не обучишь чихуахва чиху она в прошлом списке была одна из самых популярных ну да вот они гавкают зато них глаза и уши такие большие уши чихуахва так кто еще ой это что еще такое господи лхаса апсо вы знаете такую собаку я не знаю вся причёсанная тоже длинная шерсть и тогда лхаса апсо господи сколько собак сколько собак бульмастиф ну это тоже такой как с будуна вот рогозина с будуна представьте вот такую тоже был мастиф да конечно чего воспитывать лишь бы хозяин не сожрал и так хорошо ой шицу шицу такая вся в бантиках вся красивая а зачем их воспитывать их причесывать надо целыми днями и удовольствие правильно говорю english мастиф ну это вообще это бармалей какой-то пожалуй он сам хозяин воспитает и всех соседей english мастиф да так чё тут еще басет хаун ну это вообще да я его рассказывал уже по-моему один раз видел девочку еще в саратове она за собой тащила басета хаун да как вот бурлаки на волде вот так вот она его тащила а потом бах и встала а чё такое а этот басет нашел лужу и в нее так с удовольствием так плюх вот так вот и лежит и весь довольный и она из этой лужи его никак не могла вытащить между прочим любимая собака албарис на пугачевой так чё у меня тут еще есть следующий бигл прыгал но это да от одна из самых любимых собак американских почему она точно глупее хозяина вот так вот а кому это хочешь чтобы собака была умнее до пятенец у меня был эхо эхо противный правда у меня был японский хина это примерно одно и то же пятенец он такой какой-то пега рыженький вот а японский хин чисто черно-белый ну это императорская собака чё его воспитывать бладхаунд ну я название слышал но породу плохо знаю ребята никогда такой не было нет даже у знакомых не было чё в чё в а это чау-чау ну чау-чау да это собака медведь зато она красивая и тоже такая пушистая вся из себя да и что там еще на третьем месте бульдог ну это тоже зря ребята он этот подождите у шерлока холмса есть рассказ какой-то бульдог там был натренирован что-то искать и так далее этого зря у него вид правда непрезентабельный но у него вообще как уморительный у него вид у бульдога так басенджи 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 не знаю что собака красивенькая наверное как-нибудь австралийская здесь я их не видел точно барклесдог а это не лающая собака и хвостик коричком но она небольшая примерно с Мишей только худее Миша у меня такой сумасовал здоровый так басенджи проехали и самое глупое считается афганская афганская борзая но зато она очень красивая я в митро видел несколько раз да ее воспитать невозможно вот такие дела ребята еще если будет что про собак я расскажу мне интересно это совет федерации планирует законодательно запретить трэш стримы ну вообще все запретите к чертям ну это вот парень тут недавно девушку девушка у него умирала там уже умерла а он стрим проводил и вызвал скорую констатировали смерть ну это конечно гадость и это конечно гадость но все запретить же невозможно около ста военнослужащих пропали в гадраутском районе карабаха да ребята пропали и начинают их разыскивать именно 100 человек ну примерно 100 человек армяне да и куда не делись и связаться с ними невозможно ты черт тебе что творит ребята это не закончилось ни в коем случае алиев конечно парад проводил но это не закончится это вот так и будет висеть журналисты сша сочли превью конца света пуск ракет булава но путин хвастается опять машет своими саблями конечно чё там удивляться авторы считают что при запуске заходского моря ракеты могут достичь территории сша вот такие дела так в правительстве саратовской области оптимизировали двух зампредов знаете как они оптимизировали значит был первый заместитель министр финансов и вторыми не заместитель министр труда вот теперь они не заместитель они просто министр финанса и труда вот и все а люди как бы так и есть чудные о нижегородцы судят за продажу авторучки с функцией видеозапись у меня где-то валялось здесь свободно а он решил ее продать он сыну купил а сын подрос надоело решил ее продать а купил у него подстава какой-то майор милиции в общем его арестовали и судят ему впаяют страшное количество лет ребята да вот так как шпион переодетый два грузовика столкнулись на мкат создали огромную пробку и попали на видео один просто поперек встал и все но все живы все смеются но все перекрыто ребята еще на проезжую часть попало масло сметана так айфон выпал на нам из набравшего высоту самолет айфон выпал из набравшего высоту самолета и записал свой полет на видео какой-то дедушка летел и в окошко снимал ну такой самолетик то маленький да он его уронил а потом это нашел а он работал продолжал работать гаджет выпал из-за мощного потока воздуха и на песок несколько царапин нифига сюда так миланю трампа обругали в сети за появление детской больницы без защитной маски да она скоро без трусов там появится она такая она странная девушка одинокие женщины перечислили веские причины отказаться от второго свидания вот интересно смотрите первый пишет значит мы с мужчиной гуляли в парке пили кофе а затем он бросил стаканчик на землю хотя вокруг было много урн после этого женщина решила что больше не будет с ним встречаться так второе одна женщина не смогла перенести того что мужчина носил телефон в специальной сумочке на ремне и чё другая вы не не вынесла того что ее визави пришел с неподстриженными ногтями так и чаще один из них обрезал нож но это вот когда они кушали конечно так другой случайно пронул девушки в глаз нифига когда говорил а также не умение целоваться и постоянной попытки обсудить прошлые отношения ты 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 одна из девушек также пожаловалась на навязчивость мужчины после первого свидания она получила от него 45 сообщений в день некоторые комментаторы обратили внимание на то что хорошее первое свидание это не всегда залог успешных отношений бросила его после первого свидания она была ужасна сейчас мы женаты у нас есть дети у меня была одна знакомая она познакомилась через интернет с англичанин вот когда она туда прилетела она буквально хотела идти назад вот назад в самолет отвезите меня назад а потом они жили долго и счастливо ребята вот такие дела три вопроса владимиру путину лес лев шлорбе шлосберг выгибается он хочет задать три вопроса но сейчас же путин там будет выступать к эта кривая линия первый вопрос вы знали о покушении сотрудников фсб на алексея навального до покушения да или нет 2 вы отдавали фсб с приказ совершить убийство алексея навального да или нет 3 связаны между собой принятие поправки конституции федерального закона о пожизненном освобождении президента от уголовной ответственности с покушением на убийство больших политических противников да или нет вот я ему тоже задам вопрос ты это лев ты тупой или нет кто ж такие вопросы путину задаст и зачем просто вот ну как говорится не привколодить ну их всех этих оппозиционеров в рязанской области изменится размер платы за детские сады я не знаю сколько там было но сейчас будет ежемесячно 2143 рубля на это вроде не так много ребята в рязанском районе 2052 в косимове 1708 в скопине и всасыве 1744 рубля вот такие дела а у нас все садите частные трехлетняя девочка наелась таблеток от давления и умерла ну вот надо же оставили с бабушкой а 46 лет и вот она что-то там ее оставила без внимания она все таблетки съела боже что мы и все женщина признала вину наследствие один год ограничение свободы ужас вышел в туалет и пропал в волгоградской области еще 10-летнего мальчика но уже нашли ребята он это такой лопавый он родители его за двойки ругали он ушел и в волгоградской области три отдела полиции подняты по тревоге нашли нашли уже нашли так в пензе девочки подростки грели ягодицы и ноги у вечного огня и две фотографии ну не ягодицы но чуть-чуть она так попу выставила перед вечным огнем ну холодно наверно вы чё ребята ой какой кошмар какой кошмар это ужас они предатели родина они шпионки удмуртию признали одним из самых пьющих регионов россии ну ребята удмурти вы чё чемпионы что ли экс-помощница трампа дала байдену совет насчет россии по ее словам байдену не стоит принимать пренебежительный подход 44-го президента барака обама к россии я видел фотографию барак обама и путин да у барака обама такое вот выражение вот презрительно брезгливое вот на 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 эту фотку смотрел посмотрела и решила бать байдену дать совет не надо байдену советов как-нибудь сам справиться так россии обвинили в способности убить тысяч человек химическим оружием это обвинение от министра обороны великобритании да правильно все конечно кто бы сомневался так новых случаев россии двадцать шесть тысяч пятьсот девять ну ребят поменьше поменьше становится подписан рекордный по сумме контракт в истории nba это баскетбольная лига американская греческий баскетболист я не а дату кумба а он к черный весь какой-то сильно загорел наверно так 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 сколько 26 лет ему на пять лет два десять двадцать восемь миллионов долларов надо в мастер-бол что ли пойти поиграть что-то дорого да бывший украинский военный украл аппаратуру на 50 тысяч долларов и торговал ею пять многофункциональных радиостанций совок он и есть совок ребята в центре гамалии назвали необратимые последствия тяжелой формы коронавируса легкие ребят поражаются особенно у пожилых людей а у пожилых людей восстановление проходит слабенько фиброз легочной ткани ох ты ох ты да ах ты всем космонавт советский федерации одобрил закон о гарантиях для бывших президентов россии и теперь путин и кто там еще медведев они гарантированы всего им все гарантировано невролог назвал 10 первых ласточек старческого слабоумия некоторые из них вас удивят какой-то доктор здесь выступает 1 ласточки вы вдруг полезно стали воспринимать критику но в то же время часто критикуете других вам не хочется учиться новому вы скорее почините старый мобильный телефон чем разберетесь смартфоне которым пользуется ваш сын или внук вы частенько говорите фразу а вот раньше ностальгируете по старым временам живете своим прошлом вы готовы с упоением рассказа о чем-то таком что интересно только вам несмотря на то что собеседникам скучно вам трудно сосредоточиться вы начинаете читать серьезную книжку и бросаете ее вы вдруг начинаете говорить что понимаете как управлять страной хорошо добираетесь в экономическом процессе развития государства если из двух фильмов вы выберете мыльную оперу они серьезный фильм культового режиссера значит то ну в общем у вас тоже у вас начинается до под вас все подстраиваются а вы не хотите подстраиваться под людей 9 ласточка ритуалы например вы можете пить свой утренний кофе только из определенной чашки если дети чашку не помыли и не дали все ваш день не заладился я тоже 1 пью на она мне просто одна стоит как разобью возьму другую вы тираните окружающих о как интерес так регулятор сша это еще то так что такое регулятор ну ладно него же регулятор заявил о безопасности и эффективности вакцины модерна какая-то модерна еще вакцина 94 процента хорошо ученые развенчали популярный миф о коронавирусе что пропадает слух слух не пропадает ребята точно то чё тут алексашенко с чем связан рост цен на продукты он знаете чего говорит он говорит о том что вы час с нефтью тяжело стало с газом тяжело стало и гонят зерно потому что зерно на внешнем рынке стоит гораздо дороже чем на внутреннем ну им конечно выгоднее продавать куда-нибудь ну много чего говорит послушать алексашенко можно слушать он нормально так объясняет с 1 января россиянам могут начислить штраф за неуплату жко за весь 2020 готовьте денюжки готовьте денюжки названа причина почему нельзя заводить двигатель сразу после включения зажигания вообще здесь интересно ребят смысл в том что сейчас практически у каждой машины есть в свой внутренний компьютер он должен загрузиться вот вот зажигание включили да подождите минутку да не спешите а потом уже так и поехали понятно да так рпц сожгла храм 19 века построены без единого гвоздя памятник культуры нижегородской области взяли и сожгли к чертям тупые европарламент запретил роботам убивать людей в воинтересно смысл знаете в чем я сначала не понял что вот сейчас вот в частности в россии разрабатывается оружие которые которые стреляют само по себе случае угрозы понимаете без человека ну то есть робот начинает стрелять и убивать людей автономной боевой системы это называется надо же ну принят они закон приняли толку то чуть-чуть twitter я поднаковырял лента по-прежнему не работает то какая прекрасная версия у пропагандистов все эти сотрудники фсб не травили навального но героически катались вместе с ним чтобы англосаксы не отравили нашего оппозиционера новичком и в последний момент они его спасли слов нету у меня даже выражение лица скоро закончится не то что слова ходорковский интересное может получиться у путина пресс-конференция кто заказчик убийства в немцова почему постеснялись зайти к дерьме его зачем фсбшники катались с навальным почему нет официального расследования отравления вы приказывали убить скрипалей а литвиненко тоже странный да вот как я пять минут назад читал никто ниже не будет спрашивать спросит а почему у вас такие красивые ботинки совсем долбанулись это мид раисе госдума приняла законопроект о пропаганде наркотиков в интернете теперь за картинки с изображением марихуаны и не только ее могут дать от 12 до 15 лет и последние сотрудники газпрома хотели дышать сразу через деньги но на лицо больше четырех пятитысячных купюр не помещалось это знаете на что это усы песков ответ на что значит газпром хочет закупить 1 и 1 десятая миллиона масок за двести тридцать два с половиной миллиардов рублей одна маска обойдется в 210 тысяч я не опс да судя по цене комментарий маска сама за тебя дышит фильтрует и отправляет результат москву о том что ты сегодня ел любят ну чувствуете да 200 200 тысяч рублей одна маска вот такие дела а вчера я вам рассказал как футболист сказал а чё мне миллиона в месяц не хватает столько дел и то 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 детям еду жене цветы теща мороженое ну все ребят на данный час все пока с вами доктор влад